В региональном следственном комитете проводится проверка по ранению 13-летнего подростка, доставленного в одну из больниц Твери. В ходе мониторинга средств массовой информации была выявлена публикация, в которой сообщается о том, что больницу города Твери доставлен несовершеннолетний с повреждением от пневматического оружия. По данным изложенным в СМИ, между подростками произошел конфликт, в ходе которого один из них достал пневматическое оружие выстрела мальчика 2008 года рождения. С целью установления всех фактических обстоятельств произошедшего, изложенных в публикации средства массовой информации, следователям Заволжского межрайонного следственного отдела города Тверь, Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области, организовано проведение доследственной проверки, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Следователям Заволжского межрайонного следственного отдела города Твери организовано проведение доследственной проверки. В Твери на пересечении улиц Горького и Скворцова-Степанова столкнулись Лада Приора и Нивы Шевроле. Приора при развороте не уступила дорогу встречной Ниве. В результате столкновения пострадали пассажиры Шевроле, женщина 36-го года рождения и мужчина 43-го года рождения. Признаков опьянения у водителей, столкнувшихся машин, не обнаружено. А в Зубцовском районе погиб водитель автомашины Джили. Это случилось на 20-м километре автодороги М9. По данным ГИБДД, 30-летний мужчина не справился с управлением. Машина на скорости съехала с дороги и врезалась в дерево. Водитель, а он находился в автомобиле один, погиб на месте. Мой дуб – моя история. Именно под таким девизом Верхневолжье проходит акция по посадке деревьев, инициированная депутатом Государственной Думы Владимиром Васильевым. Сегодня мы проводим очередную акцию в Пролетарском районе совместно с администрацией Пролетарского района и юноармейцами. 16 мая в сквере рядом с администрацией Пролетарского района Твери судебные приставы высадили 10 саженцев дубов. Ранее проводились эти мероприятия на аллее славы, у мемориала славы в городе Ржеве, в Торжке. Планируем на этой неделе провести такое же мероприятие в Вышнем Волочке. Цель такой акции, а в ней участвуют сотрудники Пролетарского отдела судебных приставов, отдела специального назначения управления и подразделения по розыску, не только озеленение Верхневолжской земли. Прежде всего, это духовно-нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения. Недаром в акции участвуют юноармейцы. И, безусловно, дань памяти тем, кто победил фашизм, отвоевав нашу свободу и независимость в годы Великой Отечественной войны. Военно-патриотической работе в региональном управлении судебных приставов уделяют особое внимание. Устраиваются поисковые экспедиции, проводятся не только на территории нашей Тверской земли, но и за ее пределами. Сейчас, в ближайшее время, планируется выезд поискового отряда наследия управления Федеральной службы судебных приставов по Тверской области на поля сражения в город Ржев, в город воинской славы. Мы рассказывали об акциях по узеленению города сотрудниками прокуратуры. Теперь в Твери появится еще одна аллея от судебных приставов.